Я тебе доверяю, вид будет просто бешеный. Ой, ну я думаю, ему очень понравится. Дем Макса. Денечка, это этот, как вот, тот цвет, который мы выбирали? Как-то лучше представлялся ее цвета. Блин, капец. Он, не знаю, каким-то более розовым, что ли, немного отдает. Все переклеивать, переделать, мы вообще до Нового года успеем. Блин, ну ты меня расстроил. Вообще капец, как. Я не ожидал, что будет так получиться. Всем огромный привет. Вот и наконец-то настал этот день, когда мы едем обклеивать вот эту вот тачку, которая находится сзади меня. На самом деле, я хотел это сделать еще полгода назад, когда только ее купил. Но случилось так, что произошло ДТП, и это вот пришлось отложить вот на этот вот срок. Мы, кстати, недавно еще поставили губу. Она в S-Line под эту губу выглядит просто идеально. Мне, ну реально, как будто я смотрю теперь на другую машину. Она стала, как я и хотел, более широкая, более дерзкая. Очень круто выглядит. И ту пленку, которую мы выбрали, точнее даже две пленки, будет два цвета. Я думаю, тачка будет выглядеть настолько дерзко, настолько мощно. В общем, ребятки, нажмите, кстати, прямо сейчас на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, что это будет за цвет. Ну а в конце видео вы уже увидите, как преобразится тачка и что с ней стало. В общем, ребятки, досматривайте обязательно до конца. Будет реально очень круто. Мне, на самом деле, уже очень не терпится посмотреть, как она будет выглядеть. Для вас это пролетит, наверное, минут за 10, а мне ждать еще 3-5 дней. Именно столько занимает данная процедура. Вам всем приятного просмотра. Мы сейчас сделаем небольшую нарезку. Покажем вам, как она выглядит сейчас и как она преобразится после. Погнали! Покажем вам, как она выглядит. Покажем вам, как она выглядит. Привет, Данчик! Ну пушка, пушка, а? Ракета просто. Ну рассказывай, что будем делать. Ну что, наконец-то я, на самом деле, до тебя доехал. Я уже очень давно и, на самом деле, хотел переклеить полгода, как уже хочу. У меня вот случилось ДТП, поэтому немного пришлось это отложить. Ну помнишь, я к тебе без зеркала приезжал? А, все, я понял. Да это разве ДТП? Вот, мы с тобой уже, в принципе, более-менее выбрали цвета. Я пока все еще не решил, как все-таки, какой формы и как их наклеить. Мы хотели пополам машину делить, потом мы хотели рамбы, не рамбы ставить. Геометрические. Да, я вот не могу решить, как именно я хочу, чтобы именно к этой машине все эти цвета подходили и вся эта форма смотрелась хорошо. Давай мы оставим это на наш вкус. Давай попробуем. Сделаем прям в лучшем виде. Есть еще пару вариантов, как это дело можно преобразить. Мы, в общем, всей командой подумаем, как лучше всего сделать. И я думаю, результатом ты останешься довольным. Единственное, да, нам надо однозначно сейчас автомобиль с тобой помыть, да, посмотреть вообще на состояние. Ты по телефону мне говорил, что у тебя где-то есть вмятина. Да. Я так понял, вот. Поэтому это дело надо посмотреть, понять, можно ее вытащить или нет. И от этого уже вообще определиться, нужна ли какая-нибудь подготовка автомобилю или не нужна. Пленка уже в наличии, да, те цвета, которые мы с тобой выбрали. Вот. Пленка на складе. Подписчики уже знают. Нет, цвет не знает, цвет пока не говорили. Сейчас, кстати, у нас розыгрыш идет. Кто угадает цвет, тот получает 1000 рублей. Нормуль, нормуль. Вот. В общем, что? Давай оставляем автомобиль на мойке. Нам абсолютно все надо сколы убирать в маленькие, даже если они прям... Да, видишь, проблема в том, что сколы, когда есть на автомобиле, и есть ли их много. Пленка, когда ты ее на кузов кладешь, она, каждый этот скол, вот как маленькая ямочка видна. Следовательно, это просто будет смотреться немного неэстетично. Под матовыми пленками, в принципе, оно так сильно не виднеется, да. Но под глянцем особенно сильно, как бы, их видно. В общем, изначально автомобиль помоем, да, сполоснем. От этого уже посмотрим с тобой само состояние ЛКП, состояние машины. И от этого определимся. Может, чай, кофе пока? Ну, все, значит, сейчас моем машину. Да, можно чай. Моем машину и смотрим, где какие смешины. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что, машина сполоснули. Давай осмотр. Первое, покажи мне, подожди, самое здоровое вмятина. Это вот здесь, вот на крыле. То есть ее практически не видно, но вот если пальцем провести, вот ощущается. Да, я понял. Окей, принял. Это у нас без покраски, это все вытягивается? Это без покраски, мы вытянем без проблем, снимем колесо. Здесь идет локер, то есть оттуда можно будет пробраться. Просто бывают такие вмятины, куда просто физически ты не можешь никак проникнуть, и их уже не вытащить. Это сделаем без проблем, хоть она и острая, она идет на ребре. Да, вот то, что без покраски, очень классно, потому что красить вообще не хотелось детали. Вот на капоте одна. Где-то я еще одну видел, но не знаю, найду я ее сейчас. Короче, вот это вот, да, основная. Возможно, есть еще где-то, просто не замечал, надо искать. Я тебя понял. В сколу есть несколько вариантов подготовки. Для того, чтобы скол не был виден именно под пленкой, его нужно вышкуривать и выравнивать. Проблема в том, что когда ты захочешь снять пленку, допустим, через 2-3 года, там, надоел цвет, решил переклеить, там, поменял цвет, да, и тому подобное. Ты снимаешь пленку, и у тебя там все вышкурено, да, именно в этом месте. Следовательно, два варианта. Либо это перекрас капота, потому что, там, допустим, ты хочешь продать машину, и у тебя цвет хозяин хочет видеть родной автомобиль. Я бы, наверное, больше в таком случае не рекомендовал подготавливать сколы, именно что-то их вышкуривать и так далее. Ну, да, вообще не хотелось бы. Капот не крашеный. У тебя буквально там, ну, два мы с тобой сколы увидели тяжелых, да, потому что они прям пробиты. Остальное это все мелочь. Матовая пленка, да, сама текстура, она это скроет. Да, именно вот этот скол, который на боку, он все равно будет проглядываться как точка. Но под матом он не будет проглядываться так сильно, и плюсом ко всему у тебя капот останется целый, да, и при продаже автомобиля, если сказали, давай снимай пленку, вот тебе предоплата, готовы забрать ее, если ты говоришь, что цвет в идеале. Ты снимаешь пленку, цвет в идеале, машина не подходит. Да, вот это вот это лучшее время. Давай сделаем химчистку, и плюсом ко всему по поводу оклейки пленки. Обязательно сверху пленки мы нанесем керамику, для того, чтобы она у тебя меньше пачкалась и лучше мылась. Добро? Отлично. Ты так все рассказываешь, мне уже прям хочется поскорее увидеть, как это все будет выглядеть. У меня только одна просьба к тебе, да. У нас весь процесс по оклейке с химчисткой, с керамикой займет примерно в районе 7-8 дней. Ты можешь не приезжать в это время, для того, чтобы мы потом сняли именно твою живую реакцию, как это вообще получать вот такой вот автомобиль, который оклеит. Давай так и сделаем, я думаю, будет очень круто. Я просто пока даже реально не представляю, как он будет выглядеть. Когда ты просто вклеиваешь пленку, это одно, когда тонирование фар, те, те, значки, хром мы весь убираем, блин, вообще. Ну вот. Пленку, кстати, мы заказывали из Германии. И ждали ее. Месяц ждали. Ну да, месяц ждали. Три недели, ну, практически месяц этого стоило. В общем, все пожелания, я твое услышал, диски красим. Угу. Все, договорились. С тебя ключи. Ой, 7 дней без машины. Ну да. В общем, не переживай, мы тебя не подведем, сделаем все в лучшем виде. Все, Денечка, я тебе доверяю, отдаю ее в твои руки. Все, давай. Давай, Маша. Спасибо тебе большое. На связи. Ну что, ребят, как видите, автомобиль уже полностью подготовлен под оклейку. Естественно, еще не до конца, да, то есть мы полностью разобрали бампера. Сейчас будем уже приступать к разбору ручек. Мы сняли зеркала. На данный момент уже идет процесс именно исправления вмятин, да, то есть мы убираем все вмятины для того, чтобы пленка легла идеально и все было отлично. После того, как мы разобрали автомобиль, мы еще раз его помыли, да, то есть мы подготовили именно к оклейке для того, чтобы не было никакой пыли, потому что пленку, когда снимаем лайнер, она очень статичная, она может к себе именно налипать, да, вот эта пыль, она будет летать, она будет садиться на пленку и результат, конечно, будет не самый качественный. В процессе подготовки и разбора автомобиля мы обнаружили еще одну вмятину. Пойдемте, я вам ее покажу. Ее не так сильно видно, да, но если присмотреться, я думаю, камера должна передать. Вот она вмятина, доступ туда есть, убрать мы ее сможем, поэтому здесь какой-то такой проблемы прям не возникнет, но в любом случае, да, с Максимом мы эту вмятину не увидели, но мы ее, естественно, подготовим, потому что, опять же, результат должен быть отличный, да, чтобы вмятины эти убрать. Также по бамперам. На заднем бампере у Максима вот такая вот коцка есть, да, то есть где-то задели, возможно, где-то он сдавал задом, да, там что-то такого плана. Следовательно, сейчас будем созваниваться с Максимом, потому что он это не видел, нужно будет решать, что вообще будем с этим делать. Естественно, для того, чтобы пленка здесь легла хорошо и этого не было заметно, нужно это дело подшкуривать. Но, когда Максим нам сдавал автомобиль, мы с ним договорились, то, что машина не крашена, шкурить ничего не нужно. Опять же, будем этот вопрос решать. В общем, сейчас будем ему звонить, ну и от этого уже оттолкнемся. В общем, ребят, если есть какие-то вопросы в плане отклейки автомобиля, подготовки, да, смело можете писать комментарии, на все комментарии ответим, подскажем, расскажем. То есть в этом, ну, никакой проблемы абсолютно нету. Чуть не забыл. Диски мы уже сняли. Сейчас диски отправим на покраску. У нас будут черные глянцевые диски. Вид будет просто бешеный. Ну что, ребята, процесс оклейки идет полным ходом. Смотрите, уже половина машины заклеена в черную матовую пленку. Остальная часть автомобиля заклеена в красную матовую. Обе пленки считаются сатиновые, да, то есть у них именно такой идет оттенок. Это не обычные матовые пленки, это именно сатин. Хотел обратить ваше внимание, есть одна такая технология, как правильно сделать автомобиль именно туфейс, да, то есть именно два лица, чтобы было на автомобиле. Одна чистая, одна такая. Нельзя пленки стыковать, потому что со временем у вас в этом промежутке будет именно грязь собираться, ну, вот, всякие такие мелочи, это будет виднеться. Плюсом ко всему, да, есть вероятность того, что на мойке могут эту пленку поддеть. Ну, а если, допустим, два этих стыка просто проклеивать какой-нибудь там пленкой, да, допустим, черной глянцевой по центру, это просто будет смотреться немножко колхозно, ну, и не эстетично. Есть специальные нитевидные ножи, это вот такая вот леска, так называемая, внутри нее очень тонкая сама по себе нитка, да, и получается, сейчас вы увидите процесс, когда оклеивается пленка, она ложится сверху на саму нитку, потом подрывается эта нитка, и она сама режет кузов, достаточно просто под углом ее сорвать, так сказать. В общем, ребят, смотрите, как правильно делается оклейка, не буду вас отвлекать. Ну что, ребята, свежий напечатанный логотип, я думаю, машина должна с логотипом смотреться совершенно по-другому. Это фирменный логотип Максима. Небольшой кипиш идет, да, потому что в работе идет рабочий процесс, возможно, меня не так хорошо слышно, хотя бы обратить внимание именно на боковые стойки. С Максимом мы этот момент не обговаривали, но у него здесь рояльный лак, он был очень сильно зацарапан. Мы приняли решение аккуратненько отполировать, убрать царапины, и чтобы в дальнейшем они уже не появлялись, мы защитили полиуретановой пленкой LUMAR серия платинов. Тем самым все царапины, которые будут со временем на пленке появляться, неважно, там, рукой, веткой, там, или чем-то другим, эти царапины, они на пленке будут самозаживляться. То есть пленка, она самозатягивает свои царапины. Точно такую же пленку мы используем для защиты передней части автомобиля, либо для оклейки полностью целиком, да. Она, естественно, также спасает от сколов, потому что толщина этой пленки 215 микрон, и если у вас новый автомобиль, однозначно нужно прямо из салона приехать и защитить его, либо переднюю часть, то есть зоны риска, да, это капот, крылья, байбер, куда постоянно камни летят, либо, естественно, это полная оклейка автомобиля, для того, чтобы автомобиль всегда оставался как новый. Как вы помните, мы договорились с Максимом о том, что мы будем бронировать передние фары, но это будет не просто бронепленка, это будет все-таки тонировочный полиуретан. Сначала мы наклеили ему LUMAR на фары, это реальные 215 микрон толщина самой фары. Ну, а сейчас мы уже клеим тонировочный полиуретан, можете вживую увидеть, как он смотрится. Вот маска-фар как будто будет покрашена и будет смотреться очень круто и стильно в сочетании вместе со всем автомобилем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, вот и подошел процесс к самому завершению. Буквально уже через полчасика Макс должен подъехать. Проделали реально очень большой комплекс по данному автомобилю, то есть это оклейка в два цвета, да, Two-Face. Сделали полностью химчистку, да, внутри автомобиля. Покрыли пленку керамикой. Она сейчас гидрофобит, ребята, просто невероятно. Мы сейчас пока не будем показывать гидрофоб, да, то есть проливать водой. Макс, когда придет, мы обязательно капотом, любые части прольем водой и покажем ему, насколько сильный гидрофоб. И, блин, реально очень мощнейший, да, я покажу вам чуть позже обязательно на видео. Значит, затонировали, я все-таки не удержался и сделал 35% на лобовое стекло. Мы с Максимом, конечно, обсуждали это бока пятнашка, лопотермалка, но если вдруг он ее захочет снять, да, поедет там куда-то отдыхать, там, может быть, в Крым или в Сочи, без проблем приедет, полчасика это займет, лобовое стекло растонируем и поедет-съедет. Но вид с тонированными стеклами, с тонированным лобовым стеклом просто шикарный, да, это вот прям завершенный момент. И именно вот этой небольшой изюминке ее не хватало. Также, естественно, полирнули зеркала, придали им тоже гидрофоб, покрыли керамикой. Боковые стойки были очень сильно исцарапаны, мы их полирнули, заклеили полиуретановой пленкой. Защитили передние фары тонировочным полиуретаном, тем самым пленка, она не только притемняет, как будто маска фар, да, покрашена, то есть мы не разбирали фары, это все клеилось именно по месту. Фары не нужно сейчас разбирать, красить внутри, достаточно именно их оклеить защитной полиуретановой тонировочной пленкой. Ну и все-таки, вот тоже маленькая вроде бы изюминка, но она дополняет полностью весь вид автомобиля. В общем, сейчас будем ждать Максима, оденем обязательно чехол, да, то есть наш фирменный чехол. Если до этого наши видео смотрели, я думаю, вы в курсе. Ну и посмотрим его живую реакцию. Также, естественно, фирменный логотип Максима наклеили. Ой, ну я думаю, ему очень понравится. Как вам в общем результат? Пишите в комментариях, обязательно всем ответим. Ну что, ребята, ждем Макса. Субтитры подогнал «Симон»! Ребят, в общем, мне только что позвонил Денчик, сказал то, что в принципе все готово, машину можно приезжать, забирать. Мы сейчас будем отправляться. Но мы хотим не просто показать вот эту реакцию, типа вау, я уверен на 100% тачка выглядит супер, как вы уже поняли, там красный и черный цвет. Мы с Денчиком очень долго реально выбирали эти цвета, и мне они очень сильно понравились. Но я хочу сейчас сделать так, то есть как бы показать не вот эту свою реакцию восхищения, а показать недовольствие. Я скажу, типа, мне цвет вообще не понравился. Я не знаю, как я все это вообще сейчас отыграю, потому что это реально будет очень тяжело, когда я увижу эту машину. То есть вы представляете, вы смотрите на машину, я уверен на 200% то, что она мне очень сильно понравится. А мне придется на нее смотреть и говорить то, что цвет не очень, тачка как-то не та. Я хочу сказать то, что, блин, Денчик, я, если честно, рассчитывал, то, что будет намного лучше выглядеть. Цвет красный, я начну говорить, то, что розоватым отдает. Хочу сказать то, что давай попробуем переклеить этот цвет красный, до Нового года успеем, мы вообще не успеем. И хочу посмотреть на его реакцию, что он вообще будет отвечать и как на все это он отреагирует. Я думаю, получится очень круто. Денчик, заранее извини. Это все делаем только в качестве того, чтобы посмотреть на твою реакцию. Мне прям очень интересно, как ты отреагируешь. В общем, все, ребятки, мы сейчас отправляемся. Вам всем приятного просмотра. Я надеюсь, получится просто очень круто. Мне прям уже не терпится посмотреть на его реакцию. Все, погнали. Макс приехал. Как твои впечатления? В общем, блин, на самом деле, я очень сильно сейчас реально, ребят, нервничаю. Сколько мы ее обклеивали, отдавал я машину, прошло где-то почти две недели, да? Ну да, практически. 12 дней где-то прошло, если быть точно. Я реально прям нервничаю. Я не знаю, что сейчас ожидать. У меня даже, я честно говорю, вот посмотри, у меня немного рука... Да, я заметил. Я прям очень сильно нервничаю. Я вот не знаю, что меня сейчас ждет. Вот здесь, да, она стоит? Да, да. Вот она стоит. Мы специально ворота закрыли. Будем снимать Макса живую реакцию. Операторы уже на готове стоят за воротами. Сейчас мы уточнем. Что, готовы? Они сейчас уже открывали. Ребята готовы, да. Нет, я сам сейчас открою. Вот, ну... Так, кстати, давай я сразу вот так вот, наверное, встану, да? Да? И потом повернусь. Можно так. Так, ну... Что мне ожидать? Что мне вот вообще ожидать? Просто получилась пушка. Она смотрится очень дерзко, очень мощно, да? То есть, у нас все клиенты, которые за эти там 12 дней были у нас помещения, они все типа вау-вау-вау, там, туда-сюда. И очень много народу спрашивали, вот что под капотом? Это настоящая РС или не настоящая? Да, она же выглядит сейчас этой решеткой. Она выглядит с обвесами, с решеткой. С какой? Очень, очень круто. С выхлопом, вот. Одному клиенту я... У него тоже Audi A5, он приезжал, красный. Ма, очень интересно, где ты делал выхлоп, поэтому дашь мне контакт, я нашим клиентам отправлю. Без проблем, без проблем. Вот так, ну что, снимаем твою живую реакцию. Все, да, погнали. Я сейчас камеру передам ребятам туда. Да, подожди меня буквально немножко, хорошо. В общем, ребят, вообще, как вы думаете, какая сейчас у меня будет реакция, сильно ли я удивлюсь. Денчик, кстати, еще не знает, что я его сейчас буду разыгрывать. Я скажу, якобы мне, короче, ну, пленка не нравится, что это вообще за цвет. В общем, будет круто. В общем, все, ребят, сейчас Денчик выходит, открывает ворота, и мы начинаем. Прожимайте сразу за это лайки. Сейчас будет, я надеюсь, то, что еще никто не делал. Все, блин. Давай, погнали. Погнали. Раз, два, три. Так, все, поворачиваюсь. Давай. О, честно. Я тебе говорю, у тебя будет двойная реакция. Блин, стой, это жестко, это жестко. Ты ее как-то, я сейчас будешь открывать, я сразу увижу. Да, мы ее будем сзади стягивать, это покрывало. Давай смотри, давай ты будешь рядом со мной, да, стоять. И к нам другой ее стащит. Слушай, ну, можно тогда сделать без проблем. Макс, может ты и стянешь? Так, Макс, по центру, сзади, сзади, у крышки багажника, берешь по центру и на себя тянешь. Подожди. Готов? Так, давай. Раз. Раз, два, три. Давай. Денечка, это и этот, как вот, тот цвет, который мы выбирали? Да. Разве? Да. Тот цвет, который нам с Германией пришел, это красный сатин и черный сатин. Серьезно? Просто мы что, я по-моему, другой цвет рассматривали? Нет. Какой-то я не знаю, он как-то более розовым отдает, что ли? Нет, не этот может быть за счет стен, тебе кажется, то, что у нас фиолетовые стены. Он чисто красный, ты чего? Блин, я не знаю, Дэн, что-то есть, честно, я как-то не знаю, почему, реально я что-то лучше представлял себе все это. Он, я не знаю, каким-то более розовым, что ли, немного отдает. Ну, пройдись вокруг тачки. Вообще ничего розового здесь нет. Нет, вот черный, вот если на черный смотреть, в принципе, ну, черный мне нравится. Красный он, я не знаю, как-то немного, что ли, каким-то розоватым, что ли, отдает. Блин, капец. Мужик, ну, он чисто красный. Он даже вообще без розового какого-то оттенка. Может, тебе за счет стен кажется? Вам кажется, что он розовый? Блин, Дэнчика, а если, ну, вообще, как-то, ну, сейчас это какого? Все переклеить, переделать, мы вообще до Нового года успеем, ну, хотя бы красную сторону поменять. Не, сто процентов не успеем уже. Ну, и по пленке надо смотреть. Это тот цвет, который мы с тобой выбрали. Я просто вам выглядел как-то более таким ярким, более красным, какой-то более интересным. Ну, веере, может быть. Можешь веер дать, Аракова? Блин, ну, ты меня расстроил. Блин, да я что-то сам, если честно. В общем, Дэнчик, я еще это сказать тебе хотел. Ну, ты сам понимаешь. Как в такой момент не обойтись без пранка? Теперь как мне может такой не понравиться, ты что гонишь? Блин. Блин, я не ожидал. Это просто так тяжело, когда ты смотришь на тачку, ты от нее так кайфуешь и тебе приходится вот это вот говорить. Блин, братан, огромное тебе просто. Я прям это. Это жесть, это просто жесть. Это, знаешь, эмоции, я стою, у меня внутри и все, блядь, это че, это моя машина, это че вообще? И я понимаю, что мне сейчас надо говорить, блин, Дэн, это что, мне не очень нравится. Блин, Дэн, это реально, это очень круто. Я, я серьезно, я этого не ожидал. Пасти у тебя огромное. Я охуел очень. Я просто охуел. Просто посмотрите на его лицо. Такого еще ни разу, конечно. Меня лично никогда не пранковали. Мы делали там какие-то совместные коллаборации, типа тачку угнали там и тому подобное. Но ты не представляешь, как мне было стыдно это все говорить. Еще изначально я понимал, что я очень сильно хочу тебя пранкануть. Так вы еще и подготовились, ты чего? Клапушку, да, вот это все. Как мне стыдно было все это говорить. В общем, ребят, получилось просто, я реально в шоке, Дэн. Я реально просто в шоке, блин, мужик, просто. Это вообще, это просто, это просто пушка. Охренеть. Ну пройдись, да, вокруг машины, посмотри. Я тебе вот скажу, ну честно, ну вот прям реально сейчас честно, откровенно, я себе представлял не так. Получилось в разы лучше, я тебе клянусь. В разы лучше получилось. Я себе реально такого не представлял, что это просто охренеть. Это такой цвет, это просто. У меня реально, бля, братан, у меня нет слов. Давай обходи дальше. Это просто капец. Вы просто посмотрите, что это моя машина, охренеть. Она, она просто, она жесть как изменилась. Она просто жесть как изменилась. Просто вот этот спой, как все стало, охереть. Блинден цвет, цвет просто пушка. Ну хорошо, что мы выбрали сатин, да, потому что он все-таки будет выделяться очень сильно из толпы. Ну то есть это не просто черный мат классический. Это сатиновый цвет, когда будешь по улице ехать, будешь, ну вот солнце, допустим, выйдет, она будет прям отливать. То есть она будет очень круто бросаться в глаза. Значит, заклеили ручки все-таки в черный глянец. Посмотрели. Сначала заклеили их в красный. Типа здесь красные ручки, там черные. Не то, вообще не то абсолютно. Все-таки под антихром, под стойки, под тонировку, под зеркала. Черные вместе вот с этой полосой, то что мы хром убрали. Кстати, вообще очень круто выглядит, вот это что черное. Да, да, да. И оно как бы в совокупности смотрится очень круто. Диски покрасили. Сам видишь, да, стала смотреться по-другому машина. Но в любом случае на лето тебе нужно будет какие-нибудь нормальные 19-е тапки поставить. Будет смотреться очень круто. Блин, он вроде черный, но какой-то не черный. Он прям такой красивый, он прям необычный цвет. Да, это именно черный цвет. Блин, ну логотип какой, бля, логотип вообще пушка. Логотип прям четкий такой. Я не думал, что ему по качеству будет. Я на те скидал маленькую картинку и думал, что ему по качеству прям будет настолько идеальный. Блин, я реально, Дэн, я реально в шоке. Я тебе клянусь, я просто в шоке. Я не ожидал такого, ну серьезно. Я тебе сейчас говорю на полном серьезе, я такого не ожидал. Я представлял, мы с тобой смотрели картинки, как это все будет выглядеть. Черный, красный. Ну, это совсем другой вид. Ну, прям поближе сюда. Я в шоке просто. Я реально в шоке. Вот этот красный цвет мне очень сильно понравился. Вот честно, прям очень сильно понравился. У нас тобой долго выбирали, разные варианты у нас были. А как ты мог вообще поверить, что я, Эр, ну реально этот, как его? Что мне такое не понравилось? Я на самом деле думал, ты догадаешься, что это все равно, что я тебя бронканол. Не, не, я стоял и думал, какой он нахрен розовый, ты что? Думал, блин, ну как так? Я уже у ребят спросил, типа, ребят, он дает розовый? Мне, это что-то плечами там, что-то, я думаю, да что-то херня. Да не может быть, давай, говорю, образцы, посмотрим. Проблем. Я взял на себя страх и все-таки затонировал тебе лобовое стекло. А, я даю. Мы с тобой договаривались на боковые пятнашка, лопа, термалка. Вот с прозрачным лобовым она не так смотрится, вот этого сочетания его нет. В общем, мы затонировали тебе так же люмаром, 35-кой. Дедчик сказал, что вы собираетесь поехать отдохнуть там в Сочи или куда-нибудь. Не проблема, заедешь к нам, полчасика по времени, мы лобовое стекло растонируем, съездишь в Сочи, приедем, затонируем. То есть в этом проблемы никакой нет. Очень круто выглядит, с тонировкой выглядит вообще прям просто космос. Выглядит реально прям очень круто. Я даже тонировку не заметил, потому что у меня сразу бросилось вот это вот в глаза. Красный цвет, просто настолько он сочный, но очень красивый. Бросился сразу в глаза логотип, что я даже тонировку не заметил. Мне реально прям очень сильно понравилось. Я надеюсь, ты на меня не обижаешься, то что... я сейчас думаю над названием видео на самом деле больше надо как-то этот пранк использовать за колхозе летаю я надеюсь то что я тебя не сильно расстроил и доставил только положительные эмоции но я реально я прям очень рад мы не пройдемся по автомобилю немного зеркала полирнули также обработали керамикой всю пленку покрыли керамикой чтобы она у тебя меньше пачкалась лучше мылась стекла мы с тобой обсудили да то что затонировали помнишь насколько сильно у тебя стойки были из царапаны до их полирнули защитили прозрачный полиуретана поэтому сейчас царапа не царапает царапины будут просто исчезает по вставкам до через неделю приедешь на плановый осмотр на бесплатную мойку посмотрим как чувствует себя пленка и поставкам в салоне то что мы с тобой молодца по созванивали определимся если что их затянем проблема да ребят вот эти вот вставки хотели вот который идут все серебристого цвета хотели кунь темный цвет сделать например черно красный опять же под машину чтобы это круто сочеталось поэтому еще подумаем просто либо пленку их надо затягивать мы думали либо уже покрыть их аквапринтом поэтому сейчас поправим вариантов много поэтому сейчас посмотрим поделаем микс тв логотип сохранили инстаграм все это делается типа цвет круто смотрится красный цвет а еще сделали тебе не дождь на стекла то есть будешь когда ехать кайфовать лед сейчас не будет вот это снег и тому подобное то что льда не будет это вообще это прям огромный плюс блин нереально я очень досмотрю мне реально не верится что это моя машина очень сильно изменилась прям очень сильно мне вот этот цвет я честно говорю мне очень он сильно нравится прям вообще капец как я не ожидал что будет так получится когда на этих карточках смотришь что вообще непонятно они маленькие обычно там когда куски к машине прикидывают хоть как-то дамы этого даже не делаю ну блин мы реальному очень сильно попали в цвет прям я прям очень сильно доволен машина жесть изменилась кстати если бы мы диски не покрасили даже не было до такого вида вид просто конечно вот эти все мелкие детали антихром тонировка фары притемнели диски покрасили плавник в черный глянец затянули мы даже смотрели мы смотрели может быть вот да вот эта вся мелочь она все-таки добивает внешний вид автомобиля ну и все-таки такую машину наверное я бы лучше либо в гараже либо в паркинге оставлял потому что фотографироваться буду с ними постоянно на ютюбе на инстаграме будут тебя искать по вот этому микс т.в. да по твоему имени так сказать поэтому готовься знаете больше это моя так ребята не царапайте пожалуйста не пишите ничего пальцем даже если она у него будет грязная не нужно это делать и такой херней заниматься в принципе результат полностью готов меня пранканули в линденчик максу понравилось а если самое главное вам понравилось обязательно поставьте лайк я думаю это точно заслуживает лайка я смотрел тебя много видосов а как те ребята блогеры приезжают но по моему я первый такой сделаны дату фейс это первый проект я на виду пранканул я тебя пранканули так мощно конечно одну что все бывает ну что ребят в общем вот такой вот у нас получился просто космический цвет я думаю тут даже ничего не надо говорить вы сами все видите то что это реально бомба дэнчик я тебе еще раз хочу сказать огромное тебе спасибо ты проделал просто огромную работу 12 дней ребята просто делали вот это вот чудо мне очень сильно понравилось но я думаю это и так видно по моему лицу и да ребят еще кое-что хотел сказать а я для вас выбил очень классную скидочку если вы хотите себе например закатать машину в пленку либо сделать тонировку то есть абсолютно любые услуги которые предоставляет бункер по промокоду микс вам сделают скидочку 10 процентов ребята как находятся в москве так и в санкт-петербурге так что ребятки всю необходимую информацию я оставлю в описании переходите звоните дэнчику обязательно приезжайте ну и делайте с вашими машинами космос я хотел бы тебя еще отблагодарить это тебе огромное тебе спасибо еще раз реально за то что ты проделал такую работу спасибо мужик я думаю мы всей командой перед новым годом обязательно и откроем обязательно потому что заслуга здесь не только моя вся команда над этим проектом работала проект интересный проект новый до этого мы ту файс не клеили я еще раз хочу сказать огромное спасибо ребятам которые все трудились над этим реально проектом делали эту машину закатывали пленкой тонировали ребят вам всем огромное спасибо если вы это смотрите ну и дэнчик еще раз спасибо тебе тебе спасибо за доверие мужик а мы поехали выгонять ее на улицу и смотреть как она выглядит уже на солнце а я хотел сказать самое главное говорю всем нашим клиентам хорошей дороги не гвоздя не живу бля пиздец слышно улице прям вообще холодно ветер прям жесткий ну что ребят вот у нас получилось просто вот такая вот конфетка у меня реально до сих пор эмоции прут наружу мне прям очень сильно все понравилось вот этот вот красный цвет он вроде бы красный а вроде не красный я даже не знаю как его назвать он очень красивый я прям просто реально балдею от этой машины от этого логотипа просто от всего дэнчик я еще раз хочу тебе сказать огромное спасибо всей твоей команде из бункера кто трудился над этим автомобилем ребят вы просто сделали то о чем я даже не мог представить мне очень все сильно понравилось а я еще раз дэнчик хочу перед тобой извиниться за то что так жестко тебя пранканули но ты сам понимаешь я просто не мог без этого обойтись ребят если вам понравился тоже автомобиль обязательно ставьте лайки на самом деле все очень сильно старались мы запарились с монтажом запарились со съемками реально легче снимать пранки я вам честно скажу на все это мы потратили где-то недели две соответственно в любом случае мы не так запарились как ребята из бункера но тем не менее работали все ребят вам всем огромное спасибо за просмотр прожимайте лайки хочу вас всех поздравить с новым годом пусть у вас в новом году все будет просто идеально будут сбываться все ваши мечты и вы достигнете всего того о чем вы мечтаете и чего вы хотите я очень сильно доволен я давно хотел обклеить эту машину и можно сказать такая моя мечта сбылась дэн а тебе я хочу сказать ты на самом деле очень крутой мужик я правда очень рад то что с тобой познакомился я надеюсь мы с тобой продолжим общаться все ребят всем огромное спасибо всем пока